Братцы, всем привет! Я думаю, по картинке, по названию этого видео вы поняли, что вы сейчас будете смотреть, но очень много видео в принципе в интернете, на ютубе, касаемо этих радиопетлей Боя VMWM8 Pro K1, K2. K1 это набор с одним передатчиком и одним приемником, K2 это набор с двумя передатчиками и одним приемником. Приемник установлен сейчас на штативе, он выглядит один в один, как передатчик, просто имеет двойную антенну, то есть одна антенна еще у вас здесь. В дополнение, дабы вам лучше было видеть, я буду использовать GoPro, чтобы вы понимали, как это все выглядит на камере. Вот как выглядит радиопетличка, здесь у нас закреплен микрофон, сама антенна, второй провод Line-In, честно говоря, я даже понятия не имею, для чего он меня это мало волнует. Здесь порядка 40 каналов, мы выбрали для наших основных съемок с 40, переключается это здесь кнопками, это вы все видели. Работает это все на двух пальчиковых батарейках, все это сюда убирается. Я не буду сейчас делать такой же вот обзор, как это делали многие, я вам расскажу действительно по существу те моменты, которые вам могут быть полезны. Здесь скорее всего нужно будет слушать. Я не буду убегать туда далеко в поле, уходить там 100 шагов, еще что-то, как вот это многие делали, сидели там, считали, высчитывали, вот этот бубнеж бесполезный. Нет, этого не будет. Я вам сейчас расскажу, как мы использовали Boya VM8 Pro на нашем опыте. Первое, дальность действия, вот сейчас я накладываю кадр, мой голос здесь пропадет, и посмотрите моменты, где мы снимали обзор машины. Я уехал на автомобиле довольно-таки далеко, и сигнал в принципе-то не пропадал. Можете посмотреть, кадр первый, погнали. Ну, допустим, мы стартуем из снега. Все, ушла. Оп-оп-оп-оп-оп, без стабилизации-то по-другому. Вот, здесь вы сейчас увидели Geely Atlas, меня за рулем, я уехал, где-то там вдали чуть-чуть уже начал рябить сигнал, если мне не изменяет память. Я этот файл здесь вставил. И теперь вам еще один пример. Мы делали обзор автомобиля Infiniti QX55. Точно так же я уехал подальше. А вот как раз на моменте, где кадр будет перебиваться другим, вы услышите некоторую рябь. Там точно так же звук начал пропадать. Смотрите. А, ты же меня тем более слышишь по наушникам, отлично. Слушай, бодро, бодро прыгает. Ох. Вот вам два явных примера, вместо того, чтобы куда-то там вдаль убегать. Нет, я, конечно, могу уйти. Не вопрос. Вот, блин, без проблем. Если вам прям наглядно нужно, боже мой, какой глубокий снег. А мы тут постоянно едем в сторону бездорожья. Я-то, конечно, уйду. Я вам сейчас это покажу. Пипец. Я надеюсь очень, что я обратно вернусь. Будет очень смешно, если местные стырят камеру, а поворачиваясь, а камеры уже нет. Это будет забавно. Но нет, я думаю, этого не произойдет. Я больше чем уверен, что сигнал пока нормальный. А может, я ошибаюсь. А может, не ошибаюсь. Ну, плюс ко всему этому, все-таки, у меня еще один телефон в кармане. Гоупрошка. Поэтому, может быть, могут быть помехи небольшие. А может, их и не будет. Я, честно говоря, не считал, сколько, боже мой. Я выгляжу со стороны, как коллега, который тут прыгает по сугробам. Но, правда, очень много снега. Наверное, вы меня сейчас слышите. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Кстати, я снимаю сейчас специально в районе, где сильный ветер. Можете заодно оценить помехи от ветра. Все, дальше я не пойду. Этого вполне хватит. Я не думаю, что вы будете снимать где-то вдали от камеры на таком расстоянии. Пока я иду обратно до камеры, я вам скажу вот что. На морозе батареек хватает примерно часа на два, на два с половиной. И иногда на три. Но это мы больше можем говорить про мой передатчик. У приемника дела посложнее, потому что передатчик у меня, естественно, находится всегда в кармане куртки. Он в тепле. А сами знаете, что любая аккумуляторная батарея у нас любит тепло. Если ей холодно, то, естественно, она высаживается намного быстрее. Вот как раз-таки в приемнике батарейки в среднем на морозе будет хватать на пару часов. Ну, может быть, прям если все хорошо, качественная батарейка, как мы часто используем, я думаю, до трех часов дойдет. Но не более. Поэтому мой вам совет всегда обязательно, так как кейс у вас есть в комплекте, четыре батарейки дополнительно с собой возите. То есть две в приемнике, две в передатчике уже вставленные. И еще четыре носите с собой в кейсе, в сумке, где угодно. Короче, пачку батареек. Потому что будет очень неприятно, если вдруг вы все-таки где-то в нужном вам моменте окажетесь, а у вас бабах и пропал звук. Вообще вот не прикольно будет. Так, а теперь еще один совет касаемо использования этих петлей. Вот действительно, что-что, а это очень хороший лайфхак. Особенно для оператора, который вас будет снимать. Если вы снимаете, как я себя сейчас, то есть со штатива, ну, увы, вам только смотреть на индикатор здесь. Индикатор заряда у передатчика. И точно так же на индикатор заряда у приемника. Так вот, вы можете чисто случайно не заметить, что у вас села батарейка. Ну, увы, здесь-то я могу посмотреть, а вот там мне придется каждый раз ходить в камере. Что мы делаем? Если с вами оператор, берете наушники. Потому что, ну, кстати, да, я сейчас даже не поленюсь, покажу это камерой все-таки, как выглядит приемник. Приемник выглядит идентично. Тут же батарейки, то же самое. Вот к снегу буксую. Две антенны для лучшего сигнала. Хотя нет, наверное, для того, что все-таки он же поддерживает передачу до двух передатчиков. Следовательно, вот у нас канал А. Синим горит, значит, работает. Канал Б не работает, потому что нету второго передатчика. Так вот, здесь у вас разъем, который идет у вас уже в телефон. Я сейчас снимаю на телефон. И точно так же у вас разъем для наушников. Вот сюда вставьте наушники, будет вам счастье. Почему советую наушники? Ах, все крайне просто. Смотрите, представьте, вы сейчас вот смотрите это видео. Такой же звук будет слышать оператор. Даже если я буду говорить шепотом, вы все равно меня будете слышать. И оператор вас точно так же будет слышать на этом шепоте. Наверное, скорее всего, сейчас шум сзади дорога, относительно недалеко. Шум дороги, но шепот, я думаю, вы услышали. И представьте, вы в наушниках, вы оператор. Вы слышите, слышите, слышите меня. А потом... Я сейчас симпровизировал. А потом просто представьте, что у вас пропал звук, а тот, кого вы снимаете, что-то говорит. Все, строго ясно понятно, что звук у вас пропал по причине севших батареек. Наушники как раз оденьте просто в приемник. И все, проблема ваша будет решена. Либо, да, говорю, если вы один, следите за качеством батареек. Так, в целом, дальность вам сейчас вживую понятна. Я, кстати, сейчас пересмотрел кадр и понял, что я не считал, сколько там метров. Но метров 50 будет, хорошо. Чистое поле, особо каких-то помех здесь нету. Ну, кроме лэпа. Но я не думаю, что она дает такие сильные помехи. Может, повторюсь, помехи из-за того, что у меня в кармане GoPro. Лапрошка, еще один, где он, не суть. Еще один телефон, ключи от машины и так далее. Возможно, это дало небольшие помехи. Нам этого вполне достаточно, учитывая, что кто смотрит нас впервые, позвольте представиться, у нас это второй канал. Основной канал у нас снимаем автомобильные обзоры, снимаем бездорожье автомобильное. Как-то так. И нам этих петлей вот так хватает просто. Я надеюсь, сейчас эти лайфхаки и в целом мини-обзор этих петлей вам был понятен. Не видел смысла вообще что-либо делать подобное, как все. Потому что обзоров, где человек сидит дома за компьютером и бубнит вам сонным голосом на камеру по поводу этих петлей, нажимая каждую кнопочку, ну их дофига. Но, честно скажу, смотря их все, я вообще не понял. Помогут мне эти петли? Пригодятся они нам? Насколько они будут для нас эффективны? Вот вам три было наглядных примера и один маленький лайфхак, как их лучше всего использовать. Ну а так, наверное, все, братцы. Вам спасибо, что смотрели. Кому был полезен, я правда рад. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова